Таджикистан Таджикистан вошел в 50 худших стран для ведения бизнеса. Россия вводит новые барьеры для трудовой миграции. Таджикистан. Пять лет тюрьмы за намаз не по ханафитскому мазгабу. В мечетях Узбекистана собирают деньги для новогодних украшений. Среди 153 стран мира Таджикистан оказался на 108 месте в рейтинге стран по оценке условий ведения бизнеса, составленном американским журналом Forbes. Документ опубликован на сайте Forbes 21 декабря. В рейтинге Forbes оценивается 153 страны по 15 критериям. Право собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свобода, личная торговая и финансовая, бюрократизм и защищенность инвесторов. Примечательно, что согласно докладу организации Всемирный экономический форум Global Competitiveness Report, Таджикистан входит в категорию стран с самыми высокими налогами, в которой налоговая служба считается одной из самых значимых структур в стране. Также стоит отметить, согласно докладу Всемирного банка, диагностика создания рабочих мест в Таджикистане, стратегические направления по созданию рабочих мест, доля потенциальных предпринимателей, пытающихся начать свой бизнес, является очень низкой, всего 11,8%, что свидетельствует о значительных барьерах на пути предпринимательства, в первую очередь налоговых. В Госдуму на рассмотрение внесены законопроекты, разработанные вице-спикером Ириной Яровой. Эти документы предусматривают, в частности, уголовную ответственность за постановку на миграционный учет трудовых мигрантов у юридических лиц, у которых они не осуществляют трудовую деятельность. Меры, которые мы предлагаем, направлены прежде всего на защиту интересов и безопасности граждан России. Перекрыть лазейку для фиктивной регистрации – это значит предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц для осуществления, в том числе, экстремистской и террористической деятельности, приводит Интерфакс Слава Яровой. В офисах и фирмах, то есть там, где они фактически проживают, не могут. Напомним, что депутат Ирина Яровая известна тем, что, являясь креатурой ФСБ, вносит на рассмотрение российского парламента так называемые антитеррористические законопроекты, которые в итоге добавляют в законодательство нормы, используемые для репрессий в отношении мусульман, в том числе трудовых мигрантов из Центральной Азии. В Ходжанде трое последователей исламского движения «Салафия» приговорены к срокам в пять лет лишения свободы каждой. Мухиддин Мирзоев, Хайрло Исмаилов и Хасан Джаборов признаны виновными в участии в запрещенном движении. Еще трое местных жителей – Наим Джон Тошматов, Широс Джураев и Абдушукур Холиков – проведут по полгода в колонии общего режима по обвинению в недонесении информации о так называемом «преступлении». Они, не являясь членами исламского движения «Салафия», видели, как некоторые прихожане совершали намаз в мечети непоханафитскому масхабу, но не сообщили об этом в правоохранительные органы. 35-летний Хайрло Исмаилов имеет высшее педагогическое образование по специальности математика. Всем шестерым осужденным – от 26 до 37 лет, у каждого по двое трое детей. Трое имеют высшее образование, остальные – средние. Напомним, что только в декабре этого года суд города Худжанда отправил за решетку более 10 жителей по обвинению в причастности к исламскому движению «Салафия». Среди них известный кардиохирург Абду Малик Соломов. Таджикистан является единственной страной в мире с законодательным запретом на салафизм, который является одним из исламских течений. Причем, по сути, под запретом оказался не только салафизм, а вообще все иные масхабы, кроме ханафитского, что, конечно же, является лишь предлогом, под которым режим Рахмона ведет борьбу с развитием ислама в Таджикистане. В Узбекистане, в Бухарской области, десятки мечетей обязали собрать 30 миллионов суммов на покупку новогодних украшений. Как сообщает радио «Азадлик», со ссылкой на собственный источник среди сотрудников одной из мечетей города Бухары, городская администрация потребовала от 25 местных мечетей собрать для покупки новогодних украшений 30 миллионов суммов – около 4 тысяч долларов США. Один из сотрудников Комитета по благоустройству города подтвердил журналистам факт сбора средств, при этом заявил, что якобы все сборы средств проводят на добровольной основе. Данные действия властей поддержал проправительственный имам Хатыб одной из ташкентской мечетей Шермурат Тогай. «Если мечети в Бухаре сделали пожертвование накануне Нового года для благоустройства города, то в этом нет ничего плохого», – сказал он. «Мы знаем, что наш пророк, мир ему и благословение, помогал иудеям и христианам. Если, к примеру, у христиан или иудеев праздник, то наша религия разрешает мусульманам поздравить их. Шариат не запрещает этого. Если кто-то помогал, пусть помогает. Мы не можем приказать ему не делать этого», – попытался оправдать действия власти имам. Напомним, что празднование неисламских праздников является запретным в исламе, согласно мнению всех масхабов. Однако проправительственные имам-хатыбы издают противоречащие шариату фетвы о дозволенности подобных действий, оказываясь инструментом в деятельности по секуляризации мусульманских народов со стороны авторитарных и коррумпированных правителей». Субтитры создавал DimaTorzok